Добрый-добрый день, уважаемые зрители и гости канала! Сегодня решила вам записать видео, распаковочку тоже, что приобрела сегодня, немного с вами поговорим. Ездила, была сейчас у Стасика в больнице, потом по делам поехала, и только вот эта в Кауфланд соехала, скупилась, так, по чуть-чуть, немного скупилась, на 20 евро в Кауфланде, и на 4 с копейками в этом, забыла уже, как этот магазин называется, в Росмане, в Росмане туалетную бумагу только купила, 4 с копейками. Ой, немного хочу ответить вам на вопросы, такие иногда вопросы пишут, это ужас, не знаю, нет такое ощущение, что в дурку интернет провели, вот это серьезно. И говорите, что я удаляю комментарии, комментарии я удаляю только те, которые совсем неадекватные, потому что очень много неадекватных людей, к сожалению, очень-очень много. И если кто-то вот так желает вести канал, стать блогером, я хочу предупредить сразу, эта работа очень нервная. Я не знаю, оно, наверное, того и не стоит, чтобы вести канал и вот эту всю грязь, вот это неадекватных людей выслушивать. Ну, у меня психика крепкая, так что мне это не грозит. Я вот это прочитала гадкие комментарии, удалила и забыла, как страшно, ну, забыла, короче. Нет этих комментаторов, просто я не хочу на своем канале иметь людей неадекватных, ослобленных и, ну, короче, людей, которые только одну ненависть, слобу приносят в наш мир. Таких людей я не хочу иметь у себя на канале, потому что я позитивный человек, вы свою жизнь, отвечая тем, кто такое пишет, херню всякую, вы испоганили свою жизнь и вы лезете к другим людям на их каналы и портить им жизнь. Ну, мою жизнь вы испортить никак не сможете, как бы вы ни старались. И еще хочу добавить насчет того, я не знаю, люди или пропагандой, у них голова забита, или еще что-то. Насчет, как пишут, что если я там что-то приобрела, да, я всю посуду я тут купила, потому что я уехала вообще без посуды, без вещей, без ничего. Я с Украины уехала не без копейки в кармане, я тут почти три месяца, пока все документы оформлялись, я шла на свои кровно заработанные деньги. И всю посуду, все-все-все я на них купила. Я с хорошей суммой с Украины выехала, благо деньги у меня были с собой. Я без копейки сюда не приехала. И вот это когда пишут, неадекватные комментарии, что это все на халяву куплено, мне эти деньги, во-первых, что я тут потратила, мне никто их не вернет. Эти деньги у меня были отложены на частный дом. У меня была своя квартира, я хотела свою старость обеспечить, купить частный дом. И вот скажите мне, пожалуйста, кто мне вот эти все деньги, что я тут оставила, что я тут потратила, мне их вернет? Ответ очевиден, никто. Ни Германия, ни Евросоюз, никто не вернет. И мне не надо вот это писать, дурацкие комментарии. Если адекватный человек, он всегда напишет адекватный комментарий. И все, я еще раз говорю, все, что я приобрела, даже этот свитер, я купила за свои кровные деньги. Я его тут купила за свои деньги, ни за ваши, ни чьи-то. Эти деньги были отложены на покупку частного дома. Так что уж кто-кто пострадал, так это точно мы. Я пострадала и финансово, я не планировала эти деньги тратить. Я их потратила. Я не приехала, мне никто на блюдечке, деньги тут не дал или еще что-то. Если я пойду тут работать, не на ютубе, а пойду работать на какую-то работу, я никогда в жизни себе этих денег тут не компенсирую. Так что пред, пожалуйста, не пишите. Хотите написать пред, проходите мимо канала. Я надеюсь, вы меня поняли. Кстати, вчера вот это у нас было холодно на улице, к вечеру вообще погода испоганилась, шторм был. Я вчера одела свое пальто с Украины, как раз до войны только купила. Очень качественная, очень теплая такая, ну вот настоящая. Тут, к сожалению, такое не найдешь. И вот меня всегда удивляло, я когда в 2016 году сюда ехала к своим друзьям, они тут очень долго прожили, можно сказать, всю жизнь. Они гражданство имеют, работу, арендованное жилье имеют. Вот, я когда к ним сюда ехала в 2016 году, я первый раз в Германию приехала, мне тут очень-очень не понравилось. Я и уехала, я тут мало пробыла, у меня тут личные дела были. И, в общем, меня это удивило очень, когда я им сказала, я еду в такое-то время к вам еду. Они у меня кучу всего, и в основном одежда, там кое-какие продукты, одежда, вот это у меня все заказали привезти им с Украины. Ну, я уже тут пошла, и я вижу разницу даже по качеству и по всему. Вот, например, у нас намного все качественнее было. Вот я себе купила теплое пальто, синее в Украине, тут такое пальто украинского производства, тут такое пальто не купишь. У меня плита, стиральная машина, холодильник, все отечественного производства было, тут такое никогда не купишь. Так что, я не знаю, не пишите, пожалуйста, не пишите мне пропаганду какую-то. Я говорю то, как оно есть. Если вы не видели другую жизнь, вы ее не видели, я ничего с этим поделать не могу. У меня есть с чем сравнить. Я жила в Украине, я живу тут. Насчет курсов тоже, кто спрашивается, если на курсы я ходить не буду. Я уже отходила на курсы, и я с людьми, которые квалифицированные в этой отрасли, пришли к общему знаменателю, что на курсы ходить я не буду. И уж точно это не вы со своей колокольни мне будете говорить, ходить ли мне на курсы или не ходить. Война завтра закончится, я завтра уйду. И, кстати, то, что я тут приобрела со своей кровной деньги, я, конечно же, все это заберу с собой. Потому что мне его никто не подарил, мне оно бесплатно не досталось. Посуды я много купила, всего я много. Я не привыкла жить в пустой квартире. Я думаю, я ответила на ваши вопросы. И я свои деньги вложила, которые мои кровные, я их не собираюсь тут оставлять. У меня есть люди, которые, как война закончится, готовы на своей машине, ну, не бесплатно, конечно, но отвезти нас прямо домой и у нас погостить. Так что как-то так. Что я купила в Кауфланде? Овсяные хлопья купила, иногда хочется овсяной кашки, 75 центов. Такие хлопья тут у нас 500 грамм, полкило хлопья. Так, купила килограмм сахара. Какой-то сахар. Кстати, сахар, вот хочу сказать, сахар на украинском и на немецком языке звучит одинаково. Цюкер. На украинском цюкер. На немецком цюкер. Килограмм сахарка купила. Такие помидоры. Хочу салат. У меня гречка по-купечески осталась. Хочу сейчас накрошить салат и сделать салат. Эти помидоры по скобейкам стоят. Тут у нас был килом. Дорогие, кстати, помидоры. Так, купила, значит, сыр, моцарелку купила. Тоже в салат накрошу. Люблю сыр с моцареллой. Вот это помидор, огурец и моцареллу. Моцарелла 89 центов стоит. Евроцент. Так, купила куриное филе. 5 евро 600 грамм. 4,90. Куриное филешка. 600 грамм. Была сегодня шпальница. Отвесла Стасику все. Гречку отвесла. Надеюсь, ему понравилось. Ну, там насчет проведывания. Короче, мне сказали, сегодня почему-то с 3 часов. Ну, на улице прохладно. Я сегодня оделась только вот в этом свитере. Пошла и сверху безрукавку лененькую накинула. Что хочу сказать. Не подождала. Там 3 часа мне надо было подождать. Я поехала сразу по делам. И домой. В воскресенье приеду к нему в больницу еще. Купила паночку меда. Липовый мед. Такая паночка стоит 5 с копейками. Сейчас осень. Осень мед надо принимать. Имбирь, мед, лимон. Это самое хорошее лекарство от простуды. Насчет лекарств еще хочу сказать. Лекарства, вот говорят в Германии, хорошие лекарства. Я не скажу, что они хорошие. Они везде одинаковые. И что в Украине, что в Германии, что в любой стране. Я лекарствам не доверяю. Я лучше там натуральное что-то от простуды употреблю. У меня, кстати, всегда было крепкое здоровье. Вот до вакцинации я вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я никогда ничем не болела. Только ветрянкой в детстве болела и все. Таких болезней у меня никогда не было. Так. Такую помэлу купила. Из цитрусовых. Около 2 евро штука. Давно не брали. Хочется. Сохотелось. Очень, наверное, спеленькая, мягкая, хорошая. Сейчас будем пробовать. Сейчас салат накрошу. Не знаю, наверное, завтра, на субботу вам мукпанк сниму. Хотя многие так к мукпанку относятся, что как-то что-то страшное. Я не знаю, люди или голодные сидят, или не знаю почему. Другие многие... Кстати, много зрителей, кто сам мукпанк. Я опрос проводила. И мукпанк на моем канале пару раз в неделю будет. Если у кого-то злобая психика, пожалуйста, не смотрите. Я поделать ничего не могу. Так, что еще? А, огурец купила. Огурец подорожал. Евро 20. Одна штука. Цены, конечно. Вот это осень. Цены, овощи, цены космические. Ну, вот в Кауфланде потратила 20,71 евро. Надеюсь, вам видно. И в этом, в Росмане, в Росмане потратила 4,45 евро. В Росмане я купила туалетную бумагу только. 10 рулонов, 10 рулонов. Вот и все. Вот такая закупочка у нас. Сегодня у нас пятница. Всем хорошего совершения недели. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Не забывайте. Хороших вам выходных. Завтра, скорее всего, видео мукпанк выйдет. И всем хорошего настроения.